Просто вот мысленно уберите машины, вот эти заборы все, да? Это же прям начало 20 века! Мелитополь это очень романтичный город! Смотрите, как мило обыграли обычный люк! Катаются ребята по тротуарам, потому что велодорожки у них нет! Вы серьезно? Вот за вот это вот люди еще должны платить? Я считаю, что каждый житель Мелитополя должен знать героя в лицо! Что ж вы делаете-то, а? Вашу мать! Всем привет, друзья! Привет-привет! Новый город на карте нашего проекта, и это Мелитополь! Поехали! Мелитополь это 46-й город Украины, который мы посетили в рамках нашего проекта. Мелитопольский туристический сайт пишет о своем городе следующее. Господа, будем откровенны, Мелитополь типичная периферия. Глубинка, Захолустье, Глухомань, Тьму-Таракань. Тут нет некрасивого районного центра, ни живописной набережной, ни зоопарка, ни аквапарка. По раздолбанным улицам не проложены трамвайные рельсы, а под землей не гудит метро. В общем, ни хлеба, ни зрелищ. Довольно мрачное описание. Так ли все грустно на самом деле, узнаем прямо сейчас. Честный обзор со всеми плюсами и минусами вашему вниманию. Но скажу заранее, приготовьтесь, сегодня будет больно. Видео практически о каждом городе мы начинаем с рекомендации, где можно заночевать. Ведь для туристов это важный момент. В Мелитополе маловато отелей и среди них выделяем мини-хотел-энд-спа. Симпатичный небольшой отель с хорошими отзывами. В номере есть холодильник и кондиционер. Для желающих расслабиться сауна и бассейн. Ну а мы оценили вкусные завтраки. В пользу этого отеля говорят удачное месторасположение и спокойный район города. Если будете приезжать в Мелитополь, останавливайтесь здесь. Мини-хотел-энд-спа. Ссылочка в описании. Знакомьтесь, друзья, привокзальная площадь в Мелитополе. Здесь по идее как бы круг, но немного неправильный. Интересная фигура, может быть сверху она что-то означает. И сам вокзал. Вокзал в Мелитополе, надо сказать, и обладает большой, отдельно стоящей камерой хранения. Правда, этот вокзал не обошли стороной убогие пластиковые двери, которые здания откровенно портят. Ах да, я совсем забыл сказать новым зрителям, что обзор города на нашем канале включает в себя не только достопримечательности, но и внимание к благоустройству. Первой же увиденной нами достопримечательностью стал памятник Богдану Хмельницкому. Он стоит на высоком постаменте, которого изначально вроде как не было. С помощью него памятник увеличили, чтобы он не терялся среди домов. Друзья, сегодня просто гадский, прям гадский свет. Солнце выглядывает из-за туч, свет рассеянный и некоторые достопримечательности на камеру будет видно плохо. Поэтому заранее извиняюсь, но постараюсь для вас снять все по красоте. Первое впечатление о городе. Здесь очень хорошие дороги. Прям очень хорошие дороги. Мы встретили нашего подписчика, он сказал, что дороги делаются уже два года. И продолжают делаться до сих пор. Поэтому за это мне не топать лайк. Напоминаю, что оценки городу в конце этого ролика. Пару слов о благоустройстве. Вы знаете, вот такие вещи мы видели, например, в Венеции и в некоторых других городах Украины. В Раду мы шли, например. Предупреждение для пешеходов. Но на самом деле это не совсем правильно, потому что предупреждение нужно делать для водителей. А как мы видели в Турции, например, делают разметку подобную на дороге. И вообще все ок. Но, друзья, плюс, несомненный плюс, это то, что нет заборов. Смотрите, может же город как-то жить и без заборов. Красота, красота. А вот какой-то единый дизайн-код по всему городу прям очень необходим. Потому что пока Мелитополь выглядит как такая пестрая вывеска какая-то, пестрая афиша. Смотрите. Каждый украшает фасад своего магазина, аптеки и прочего в меру своей испорченности и извращенности. Получается не очень. Смотрите, какой прикольный элемент лавочки. Лавочка в самом по себе старенькая, но элементы смотрятся симпатично. Между тем мы подошли к центральному парку Мелитополя, парку Горького. И здесь есть карта-схема. Удобная, наглядная, но единственное, что мы не понимаем, где мы находимся. Вот сейчас, глядя на эту карту, с какой стороны парка мы находимся. Вот это немножко не предусмотрели. Вот мы не местные, да, и мы сейчас такие залезли в гугл и только тогда поняли, куда мы подошли. Тут в парке Горького мы увидели а-ля современную площадку с песком, что абсолютно не есть хорошо, потому что надо делать такую прорезиненную поверхность, чтобы детки, когда падали, ничего себе не ломали. Не чтобы они домой приносили много песка. И здесь же мы еще встретили площадку моего детства. И карусель моего детства, именно на этой карусели я маленькая в детстве сломала себе ногу. Потому что эта качелька вот так качается. Я раскачивала девочек и ножку поставила сюда случайно. И, в общем, вот эта вот железяка мне ногу поломала. Так что эти качели, конечно, я думала, их уже не существует. Но нет, в Мелитополе они еще есть. Я считаю, что такие качели нужно ликвидировать. Это очень опасно. Через забор находится стадион. Честно говоря, я не знаю, есть ли в городе сейчас профессиональная команда, но арена выглядит очень неплохо. Друзья, но и это еще не все. Здесь мы увидели просто вопиющую штуку. Оказывается, что это детская площадка. Платная. И стоимость билета 2 гривны в час. Причем вход на аттракционы с едой запрещен. Бесплатно детям до одного года. Вы серьезно? Вот за вот это вот люди еще должны платить? Извините, пожалуйста, вы платили за эту площадку? Конечно. Это действительно... А кто тут деньги получает? Кому вы платили? В кассу там? Ну, там касса, видите. И действительно, рядом находятся кассы, куда люди платят деньги за то, что по праву должно принадлежать им совершенно бесплатно. Более того, они живут с этим, и, как я понял по общению с ними, даже не знают, что не просто где-то, а везде и повсеместно такого произвола нет. Друзья, я в шоке. Вот это крохоборство. Прям... Прям крохоборство чистой воды. Я не знаю, у меня просто нет слов. Цензурный для того, чтобы это... Объездив 46 городов на данный момент в Украине, я впервые такое встречаю. Здесь есть еще одна детская площадка, которая стоит 3 гривны. Вот это вот серьезно, да? Вот такая детская площадка. Прекрасный вход. Конечно же, песочек. Песочек. Тут мостик поставили. Но, слушайте, ай-яй-яй, Мелитополь. В то время, как по всей стране, ну, мне так хочется верить, что по всей стране, во всяком случае, во всех городах, где мы были, новые площадки устанавливаются с классной поверхностью. И это абсолютно бесплатно. Здесь, в Мелитополе, решили рубить бабло просто. Просто зарабатывают на том, что должно быть бесплатно. Ну, а комната? Ну, и вот прям ради интереса сейчас прогуляемся до вот этой площадки, которую Люба назвала а-ля новая, и посмотрим, сколько она стоит. А эта площадка стоит 5 гривен. Классно. Тоже на песочке тут все дела. Но есть еще и батуте, который, конечно же, за дополнительную плату. Директор этого парка просто безбожный скрягу. Друзья, я считаю, что каждый житель Мелитополя должен знать героя в лицо. Директор этого парка зовут Олег Обрезанов. Он есть в фейсбуке, можете ему что-то написать в благодарочку за платные детские площадки. Вот такое здание стоит. Написано пространство для детей, семьи и молодежи. И ты, естественно, ну, логично думаешь, что там, за этой дверью, это самое пространство. Но нет, здесь администрация парка. Кстати, может быть, здесь сидит Олег Обрезанов. Но нет, видимо, здесь никто не сидит. И замка тут... А, ну, есть, есть замок. Но я постучал, никто мне не открывает. Я прям вангую, в комментариях будут люди, которые будут писать, что это заказуха, что мы специально мочим Олега Обрезанова, господи. Не сразу даже фамилию запомнишь, кого мочить. Друзья, всем вот этим персонажам я хочу сказать, идите в задницу. Я хочу, чтобы Мелитополь развивался. По самым скромным подсчетам, за аренду этих убогих, устаревших детских площадок с песком, Олег Обрезанов кладет в свой карман порядка 6 тысяч гривен пассивного дохода. Я считаю, что кто-то должен в эту ситуацию вмешаться, потому что это позор всей Украины. Зато при всем этом в парке шикарные газоны. Интересно, полежать на них тоже платно или просто нельзя. Давайте-ка глянем. Здесь есть, конечно же, таблички. По газонам ходить нежелательно. Не то, чтобы запрещено, нежелательно, друзья. И, конечно же, благодарность самим себе, любимым, команда реальных дел, Романа Романова, Обрезанов, Олег Андреевич. Реальные дела. Настоящий справа. Но надо отметить, что при всем идиотизме платного входа на детские площадки в этом парке есть часть, которая сделана по уму. Это вот, смотрите, такие удобные лавочки, приятный свет покрашены, красивые фонари. Они, кстати, железные. Вот такой вот биг-бенчик. И здесь же есть красивое озеро и дозончики. Очень приятно погулять. Вообще, если бы не бардак с детскими площадками, парк можно было бы назвать даже приятным. Тут и стилизация под Британию, и прекрасное озеро с лебедями, о котором уже сказала Люба, и несколько интересных локаций, где можно пофотографироваться. Но жадность одного человека перечеркивает все положительные впечатления. В парке Горького есть бюсты Пушкину, Гоголю и Тарасу Шевченко. Правда, нигде не подписаны их имена, поэтому люди подписывают имена сами. Вот тут, например, написали Тарас. Сразу все понятно. А это прям, друзья, пасхалка из Крапивнисского. Помните такую ручищу? Если не помните, пересмотрите видео об этом городе. Ссылочка в описании. Смотрите, как мило обыграли обычный люк. Покрасили в цвет травы, ну почти, и поставили вот такой а-ля домик. Мило та же. А вот там, вот там дальше у нас табличка очередная о том, что нельзя, ну нежелательно, пардон, нежелательно гулять по траве. Много отсылок в этом парке к Англии мы видим, но почему-то директор парка не знает, что в Англии люди на траве лежат. А еще в этом парке раньше была детская железная дорога. Она была довольно продолжительная, было две станции, но в год войны, второй мировой, либо Великой Отечественной, как кому удобнее, немцы разбомбили эту самую железную дорогу, и от нее осталось вот это здание. Раньше здесь располагалась станция Пионерская, а теперь находится лицей номер 10. А вот в этом здании, я так догадываюсь, раньше был кинотеатр. Прям представляю, как в эту кассу стояла очередь, люди покупали билетики на очередной сеанс. Затем здесь была дискотека Элегия, ну а теперь здесь ничего. Ноу паник, друзья, ноу паник. На выходе из парка стоит памятник тому, в честь кого он, собственно говоря, и назван, Максиму Горикому. А рядом стояла в честь 200-летия города и несколько мемориалов. В Мелитополе их довольно много. Возле одного из них стоит танк 22-го гвардейского танкового полка, который первым принял бой за Мелитополь в 1943 году. А еще в Мелитополе есть памятник Остапу Бендеру. Подобный памятник также есть в Кременчуге. Если не видели ролик про этот город, то ссылочка будет вверху и в описании. Вопрос такой, если в Кременчуге есть определенная отсылка к фильму 12 стульев, то какая привязка этого памятника к Мелитополю? Если вы что-то знаете по этому поводу, напишите в комментариях. Наверное, главное дерево в Мелитополе это тополь. И вот здесь мы видим, что тополя действительно пользуются спросом, разве что объявлений на них нет, а так каждый неуважающий, наверное, себя человек стремится оставить здесь свою роспись. Вот здесь, например, отметился Олег. Тополя эти находятся около красивого здания колледжа Таврийского государственного агротехнологического университета, которая тоже изуродована самой дешевой пластиковой дверью. Такие двери можно поставить у себя на даче, например, но никак не в таком здании. Вот только гляньте, какая милота, друзья. Политическая партия Сергея Минько. Это нынешний мэр Мелитополя, и он предлагает голосовать за себя любимого. А реклама эта стоит около парковки. Какая красота! А ведь, смотрите, идет пешеходная зона, она отделена тополями, и хорошо бы было бы сделать здесь велодорожку. Вот, смотрите, катаются ребята по тротуарам, потому что велодорожки у них нет. Но велодорожка, видимо, Сергею Минько не нужна. У него другие приоритеты. Напротив стоит памятник Тарасу Шевченко и симпатичная клумбочка за ним. Кстати, в день нашего приезда мы заметили какую-то сходку байкеров. Я думаю, что они закрывали сезон или что-то в этом духе. Кто знает, чем байкеры были заняты 10 октября, напишите в комментариях. Ладно, что я все о плохом да о плохом, да? Друзья, мы были в Бердянске недавно, если не смотрели ролик про Бердянск, посмотрите, и вот там, в курортном городе уже законсервировали фонтаны. А вот в Мелитополе нет. В Мелитополе они работают. Это же хорошо. Это же прекрасно. Фонтаны старенькие, но выглядят неплохо, тем не менее. За ними, кстати, находится местный ЗАГС. В Мелитополе есть своя смотровая площадка, что прекрасно, но, друзья, у меня есть один маленький-маленький вопрос. Если колонны, вот эти колонны, находятся в хорошем состоянии, что видно сбоку, то зачем нахрен нужны вот эти дешевые растяжки? Объясните мне, где логика? Но чем больше мы гуляли по городу, тем больше понимали. Искать логики в Мелитополе бесполезно. Она уже давно его покинула. Вы меня, конечно, простите, но от старой песенки про дизайн-код я не отступлю. Вы только гляньте, какой пассаж уродский в Мелитополе. Отвратительный пассаж, а ведь раньше был очень красив. Там даже балкон сохранился. Что же вы делаете-то, а? Вашу мать! Вы когда-нибудь видели, чтобы Владимир Высоцкий исполнял серенаду Спортлаеву? Если нет, приезжайте в Мелитополь. Кстати, название города имеет греческие корни. Я думаю, если бы греки, которые свято чтут свою историю, побывали бы в Мелитопольском пассаже, они бы завалили мэрию петициями с требованием переименовать город как недостойный носить греческое имя. Вы только посмотрите, в какой ужасный разноцветный колхоз превратили прекрасное здание. Я призываю всех мелитопольцев, неравнодушных к судьбе своего города, начать борьбу с этим кошмаром. Пишите обращения, требуйте от местных властей введения дизайн-кода, боритесь за свой город, ведь просто невозможно наблюдать, как он утопает в рекламе и пластике. В Украине есть примеры неплохих городов в этом отношении, которые можно взять за ориентир. Тот же Львов. Там очень деликатно следят за фасадами. Если убрать весь визуальный мусор в Мелитополе, вы сами будете в шоке, насколько он преобразится и станет приятнее. Мелитополь это очень романтичный город. Здесь много цветов и люди признаются друг другу в любви. Смотрите, какая тут надпись. Я люблю тебя! Настюх! Я думаю, что Настюха оценила. Это здание, собственно, сам Таврийский агротехнологический университет, который начал свою работу, как пишет Википедия, в 1938 году. Довольно симпатичное здание, в котором, ну вы поняли. Друзья, и с вашего позволения еще один маленький вопросик. Смотрите, какие огромные широченные проспекты в Мелитополе. Огромные дороги для города с населением 150 тысяч человек это нонсенс. С чем это связано? Кто знает? Быть может, с тем, что изначально Мелитополь задумывался большим, крупным промышленным городом, но что-то пошло не так? Напишите, кто знает. В Мелитополе, конечно, сохранилось довольно мало исторических построек, но есть вот такие симпатичные домики. Смотрите, и какие ворота здесь. Домик 1897 года. Красота же! Вот это нужно беречь. Нужно, да не берегут. Улица с интересным названием Интеркультурная просто фантастическая, но и она где-то свернула не туда. Слушайте, друзья, какой потрясающий старинный район в городе мы нашли. Просто не передай словами. Ну, реально, смотрите, вот уберите машины, просто вот мысленно, уберите машины, вот эти заборы все, вывески и так далее. Ну, блин, это же прям начало 20 века. Здесь реально возникает ощущение, что мысленно убрав весь современный хлам, детали, о которых я сказал, проложив брусчатку вместо асфальта, вы даже сможете услышать стук лошадиных копыт. Это непередаваемое чувство, которое я прежде не испытывал ни в одном городе Украины. И в этом Мелитополь, конечно, по-своему уникален. В этом районе красиво буквально все. Посмотрите, например, какой чудесный краеведческий музей. Посмотрите, какая замечательная улица. Она могла бы быть украшением на туристической карте Украины и привлекать в Мелитополь туристов, принося городу хорошую прибыль. Но вместо этого мы видим рынок, мусор и полное неуважение к собственной истории. Но как же бездарно, как же по-колхозному в городе убивают историю? Вот только гляньте. Я считаю, что кто-то за это должен ответить. Нельзя сказать, что в этом районе много достопримечательностей. Этот район сам по себе достопримечательность. И собор Александра Невского, который для собора, то есть для главного храма города, согласитесь, очень невелик, на этом фоне даже ничем особо не выделяется. Действительно, ухожено в историческом районе всего два здания. Это Мелитопольская городская рада. Именно в этом роскошном здании со всратыми кондиционерами и сидят люди, которые убивают облик Мелитополя. А рядом не менее красивый дворец творчества, причем без кондиционеров. По фасаду прекрасно видно, у кого больше денег, а у кого мозгов. Ну и, конечно, друзья, побывать в Мелитополе и не посетить Страусиную ферму было бы преступлением. Поэтому мы приехали сюда, несмотря на то, что она находится практически за городом. Надо сказать, что это не только Страусиная ферма, здесь целый зоопарк, в котором в том числе можно приобрести такие сувениры, например, Страусинные яйца, а также чашки с изображением животных, Страусинный жир и мед. Выходит, городской туристический сайт был неправ. В Мелитополе все же есть зоопарк, причем довольно неплохой. Вход в него стоит 100 гривен и здесь довольно много людей, даже несмотря на то, что, как я уже заметил, он находится далековато. Предлагаю немного поближе познакомиться с его обитателями, затем мы вам покажем еще две очень интересных локации, ну а потом приступим к выставлению оценок города. Субтитры сделал DimaTorzok первая анонсированная локация уже не относится к Мелитополю, а находится под ним, возле поселка Мирное. Называется это место зловеще, каменная могила, хотя на самом деле никаких могил здесь нет и никогда не было. Когда-то, а именно около 14 миллионов лет назад в этих местах было древнее Сарматское море. Эти каменные нагромождения изначально были песчаниковой отмелью этого самого моря, а могила это место называется потому что по своей форме напоминает курган. Этимология слова курган это именно древняя могильная насыпь из камней. В общем, ничего страшного в этом месте нет, очень даже наоборот, здесь очень крутые закаты, так что всем рекомендую к посещению этот историко-архитектурный заповедник. Ну а если вам хватит терпения, друзья, то вы можете приехать за 19 километров от Мелитополя в одноименное село, да, которое так и называется Терпение, здесь есть потрясающий целебный источник. Пойдемте набирать водичку. Целебные источники вы можете найти на гугл-картах возле Терпеневского сельского совета. Ну а кому лень самостоятельно искать все локации, на своем патреоне я буду выкладывать наши туристические карты. Для тех, кто путешествует по Украине, это будет очень полезно. Кстати, за поездку по отдаленным местам под Мелитополем благодарим наших подписчиков Александра и Любу, которые, к нашему удивлению, оказались профессиональными акробатами. Ссылки на их инстаграмы вы тоже найдете в описании. Там мотивация в чистом виде. А Мелитопольцы, я уверен, смогут многому научиться на их занятиях. Ну, что скажешь? Вот такая водичка, сладенькая такая. Вкусная? Слушайте, да. Прям да. Сюда стоит приезжать за водичкой. Стоит отметить, здесь довольно облагороженное место и многие люди приезжают сюда набирать воду и просто отдыхать. Мы же, испив чудодейственной водицы, лишь взбудоражили аппетит. Поэтому перед тем, как озвучить оценки Мелитополя, предлагаю подкрепиться и заодно оценить одно из местных заведений. Мелитополь и заведений хорошего уровня мы нашли не очень много, а для своих обзоров я стараюсь выбирать только рестораны с хорошими отзывами. Одно из них Химкальня, которая находится в центре города через дорогу от памятника Шевченко. Это сетевой ресторан, мы в нем уже бывали в других городах. Цены здесь довольно низкие, вкусная грузинская кухня, поэтому и посетителей очень много. Отмечу наличие детского меню. Заведение рекомендую, но столик в нем имеет смысл заказывать заранее. Ну что, друзья, теперь у вас и у нас есть представление, что есть такое город Мелитополь. И пришло время выставлять ему оценки по 12 туристическим критериям. Поехали! Итак, дороги. Удивительно, но дороги в городе очень хорошие. Правда, до некоторых районов благоустройства еще не дошло, но видно, что в этом направлении делается многое. Крепкая четверка. Туристическая привлекательность. Я думаю, вы это знаете и без меня. В Мелитополе достопримечательностей маловато. Ставим 2 балла, но побывать в историческом районе обязан каждый путешественник. Ухоженность. Здесь все просто. Не отлично, не хорошо, но удовлетворительно. Поэтому оценка 3. Экология. Я нашел информацию, что Мелитополь является одним из самых экологически благополучных городов Запорожской области. Но есть два момента. Во-первых, эта информация датирована 2013 годом. А во-вторых, Запорожская область сама по себе одна из самых неблагоприятных с точки зрения экологии. На датчиках сервиса ВАКе города нет. Как оценивать экологию непонятно. Но думаю, что оно должно быть похуже, чем в Бердянске. А Бердянску мы поставили четверку. Поэтому предварительно ставим 3 балла и с удовольствием послушаем местных жителей по этому вопросу. Транспортное сообщение. В данный момент за точку отсчета у нас берется Киев. Потом этот критерий я буду пересматривать по отношению к остальным крупным городам Украины. А пока пятерка. Частота. Проблемы в этом направлении в городе есть. В ряде мест мусор аккуратно свален под кустики. Но ощущения прям грязного города все-таки нет. Тройка. Оживленность. Очень активный город и даже нет ощущения что в нем проживает всего 150 тысяч человек. Пятерка. Туристическая инфраструктура. Заведений в городе хватает но только на центральных улицах. Остальные задействованы плохо. Квартир по сдачу маловато я нашел всего 17 штук из которых еще далеко не в каждой захочется останавливаться. Отелей в городе тоже мало. Оценка 3. Общественный транспорт. Это худший общественный транспорт в Украине. Местная жительница рассказала нам что раньше по городу ходили богданчики. Это тоже не бог весь какой транспорт но убрать их и заменить на вот это нужно либо быть дураком либо иметь в этом личный интерес. Как будто ни было за общественный транспорт Мелитополь получает единицу. Тротуары. Оценки города мы часто выставляем сопоставляя их друг с другом. Так и проще и честнее. И вот тротуары например в Мелитополе гораздо лучше чем в Бердянске но при этом хуже чем в Мариуполе. Так что оценка 3. Туристическая навигация. Навигации в городе по сути нет. Ни инфостендов, ни QR-кодов, ни указателей направления. Есть только карта схемы центрального парка и одна инфодоска. За это можем дать лишь один балл. Наше общее впечатление. Мелитополь сам по себе очень приятный город но он заслуживает явно большего чем то что имеет. Многие вещи портят о нем впечатление. Три с минусом. Наконец бонусы и штрафы. Это первый случай в истории нашего проекта когда из-за глупости одного человека штраф получает весь город. Но простить такую дикость как платные детские площадки в парке Горького мы не можем. Кому предъявлять претензии вы уже поняли. Второй штраф Мелитополь как и Бердянск получает за наплевательское отношение к истории. Удивительный исторический район города который мог бы быть гордостью в масштабах всей Украины отдан на растерзание частников которые издеваются над фасадами исторической застройки как хотят. Мелитополь портят и уродуют с молчаливого согласия местных жителей и с такими темпами уже через 20-30 лет кроме дорог и рекламы в городе не останется ничего. Бонусов от нас Мелитополь не заработал. Таким образом минус 0,2 и общая средняя оценка Мелитополя 2,8 балла. Напоминаю что посмотреть полную турнирную таблицу нашего проекта вы можете на нашем сайте заплатин.ком а также в моем патреоне ссылки в описании. Ну а на этом у нас все ставьте большие пальцы вверх и подписывайтесь на канал кто этого еще не сделал. Русские в Украине из Мелитополя. Пока! Пока-пока!